Взрыва сердца во сне, коней двинет, а кто и просто крышей поедет. На пьяный бред похоже. Но, говорят, если приспичит, поспать значит, то на голову надо надеть шлем с сеткой из тонкой проволоки. И всё обойдётся. Угу. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Какие-то такосъёмники на них приделаны. Офигеть! Я со своей пушкой никогда не расстаюсь. Днём, в руках, где сплю, она у меня под боком. Я с ней, вон, говорю даже. Ну и пускай думают, что псих. А она мне, может, тысячу раз жизнь спасла. Спору нет, начальство беднее. А всё же хочется иногда узнать, ради чего бы всё это. А я всё равно не понимаю, как оно всё в зоне устроено. Начальство умное, всё разобраться пытается. А моё дело маленькое. С автоматом по болотам бегать. Чего заскучали, мужики? С автоматом по болотам бегать. Класс! Что за люди пошли? Вечная им охота, понимаешь, до истины докопаться. А ты поймай её, истину эту. Всё же грех нам на жизнь жалуется. Слава богу, не с каменными топорами бегай. Если что, за себя постоять сможем. Ничего, ничего, я ещё по местам боевой славы туристов ладить стану. И зарубки на прикладе показывать буду. Слава богу! Слава богу! Слава богу! Все, музыкальная пауза. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А я так считаю. Жаловаться на судьбу, это никуда не годится. Дело свое делать надо. И стараться, чтобы лучше всех остальных. Вот и все. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, поехали. Играет музыка. Играет музыка. Вот это как медом помазал. Смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача. За выполнение хватит нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно. Водочку кушаем. А завтра уже переться куда-то надо. Материалы добывать. Все же грех нам на жизнь жаловаться. Слава богу, не с каменными топорами бегает. Если что, за себя постоять можем. Недавно смотрю, вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Логично. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Кончай лапшин вешать. Завя, конечно, камешек трогал. Падло заработало. Еще пока летел, увидел, как камни в пыли разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Ну, наверняка, бросаю болт и охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает и хоть бы хны. Ну, думаю, глюк перепил спиртяги, пока позвонишь остаток. Так, и визуально все понимаешь, ну, все как трамплин. И тебе грунт светлее, и на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет. Листики летают по спирали. Ну, и чего? Так, значит, присел, взял камушек с земли и кинул его навесиком. Ну, думаю, сейчас рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто бы там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну, и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. Да уж. Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккуратно в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк. Надо разобраться. Угу. Значит, валынку на колени поклал. Не усраться, блин. Тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? И? Это, что ни говори, не за хабаром по лесу шарахаться. Будто конкуренции меньше, и цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Вот так задумаешься иногда. Ну, мы понятно. Деньги за работу получаем. С начальством тоже понятно. Им конкретные результаты нужны. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь чертёс знает, что именно. Послушайте, мужики. КОНЕЦ Молодец! Всё течёт, всё поломалось, ничего не меняется. Сегодня съедим себе спокойно, водочку кушаем, а завтра уже певеца куда-то надо, материалы добывать. А слышали легенду о тёмном сталкере? А? Блин. Боюсь её рассказывать. Мне её рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Чё с перепою не бывает? Может быть и я, если расскажу её. Завтра погибну. Нет, чуваки, не буду. Всё правильно, чувак. Всё одно и то же. Только вернулись и снова куда-то гонят. Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днём в руках держу, сплю, она у меня поскольку. Я с ней, он, говорю даже. Ну и пускай думают, что псих, она мне может тысячу раз жизнь спасла. А слышали о проводнике? Он, мол, он, мол, самый первый из сталкеров в зону ходить начал. И вроде может провести практически в любую точку зону. Так и надо. Другое дело, что найти его очень проблематично. Да и соглашается, говорят, он провести далеко не всех. Денег берёт немало. Но если нашёл его и договорился, то будь уверен, он тебя доставит в нужную точку зоны. Вот с ним бы потрещать. Жон-то видел, что там за радаром. Ну и... Я так понимаю. Раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате, вооружены и очень, как говорится, очень опасны. М-да, тут крути-не крути, маракуй-не маракуй, а всё равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка не подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. Эх, мне подучиться. Я б тоже вот так вот исследованиями там всякими занимался, то да сё. В таком вот скафандре крутом тоже ходил бы. А я так считаю. Жаловаться на судьбу, это никуда не годится. Дело своё делать надо. И стараться, чтобы лучше всех остальных. Ну, вот и всё. А слышали легенду о тёмном сталкере? А? Блин. Боюсь её рассказывать. Мне её рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Ну и чушь. Может быть и я, если расскажу её. Завтра погибну. Нет, чуваки, не буду. Это, что ни говори, не за хабаром по лесу сара. Утро конкуренции меньше. Цель есть. Вот только может не самое правильное. Что за люди пошли? Вечная им охота, понимаешь? Да истины докопаться. А ты поймай её. Истину эту. Шёл я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клёвое место. Клёвое. Артефакты, вроде бы нычка чья-то. А дальше-то что? Оно говорит, ты мне не вревай, Ваня. Я тебя насквозь вижу. Не доводи до греха. Я говорю, да ей-богу, нету. Ну, хоть обыщи. Оно зашептало, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашвелилась. Всё, что в карманах было выползать, начало само по себе. Так и надо. И главное, чекушка заветная, туда же. Ну, думаю, гады, не. Родное вам не отдам. Да ха ты целый день топать, но я ж не доживу. Вцепился я в бутылку, вот, дитё. Моё это добро, гражданин начальник. А бутылку, как кто-то держит. И не отдаёт, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе. Зубами пробку вынул, начал пить. Ух ты! Ребанка еле сделал, не идёт. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот. Ну, значит, влотнул я ещё раз пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Подавитесь, падлы. Тут ты меня отпустил. И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Хе. Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. Сам потихонечку отползаю. А ну опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня, тварь, из виду. Тикать надо. Кое-как поднялся на ноги. Всё качается. Как балкер в девять баллов. Подхожу я, значит, к окошку. Гляжу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. Шёпотят проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, всё равно достану. Достану. Кирпичи сверху падают. Кирпичи сверху падают. Кирпичи сверху падают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...